здравствуйте здравствуйте вот вы меня несколько смутили мы прямо перед началом эфира говорили вот по поводу того как лучше к вам обращаться и один из вариантов был вот мария андреевна высказали хотите да ну просто вот в энциклопедии написано что вы мария николаевна а мало что там написано там вообще такое прочитаете ужас то есть это все не не соответствует а этот человек который там он один раз дал интервью я вообще его не знаю это человек это кто да я не знаю я вот про википедию не не это вообще я не знаю кто заводил меня в википедии вообще мария андреевна а понятно а второй раз что я не дочь там такого начитаешься вообще давай пока ну вообще говоря очень многих известных людей вот всплывают самые разные друзья родственники так что это в общем то я рада на самом деле я с удовольствием как как читаю про себя всякие глупости мне это очень интересно я прям вот и звоню всегда своей сестре игру ты читала сестра сестра козки зовут мария андреевна мария андреевна а судиться не пробовали а зачем а чего такого то ну денег на жизнь нет а по поводу чего судиться но если не пишут неправду если это правда если это неправда неприятно мне абсолютно все равно пусть меня это не касается а как говорил коль фоменко всегда он был пусть пишут что хотят лишь бы фамилию не перепутали есть такая вот а судиться ну если это было бы оскорбление какой нибудь да там меня баба звали бы как-нибудь или что то тогда да то есть это просто глупость что то они перепутали почему перепутали придумали или да а по поводу отчества судиться ну не знаю там же написано мария андреевна ну да и марина николаевна мария николаевна википедии прям да вот посмотрите вот смотрите у нас голубкина мария андреевна а вот здесь при рождении мария николаевна но это уже фигня хорошо про это дальше просто прочитайте в экспресс газете я вам потом покажу будет зачем пиарим прямо в экспресс-газете мы поняли что википедии не совсем все точно и это я не а как делается эта страничка википедии понятия не имею там там масса вот все кто приходит у всех есть какие-то претензии у меня нет никаких претензий не претензий а все обращают внимание и создаёт ну там видимо есть как какой-то редакторский корпус ну ладно там экспресс-газеты википедии ну потому что я на самом деле обрадовалась когда я увидел просто что я есть википедии еще бы я хотел бы поговорить про ваш последний работ в кино у меня был охлобыстина он рассказывал про соловья разбойника где вы снимались это были веселые съемки у меня было три съемочных дня а всего всего я играла матушку игуменью и по крайней мере все три дня я не курила да то есть уже плохо уже я была в облачении монашеском нельзя курить когда в облачении ну я думаю что матушка игуменья не курит наверное я не хотел оскорблять одежду а вы много вообще курицы по жизни ой ну да почему про ерунду то про википедию то про курение да это очень очень важно вообще про полезные вредные привычки очень очень важно вы являетесь ролевой моделью да вот девушки сейчас посмотрят узнают там что маша голубкина курит я все время с этим борюсь я вам так скажу я бросала девушками с сигаретами я бросала неоднократно и пытаюсь бросить перекратить постоянно это делать я просто тяжело и это моя одну какая-то некоторая слабость я знаю что это плохо все нет ну вы же богема богема должна какими-то расширительными сознания все время не ну сигареты никакой не расширение сознания сужение сосудов вот и в это самое будут какие-нибудь там проблемы с сосудами ногами чем-то еще алкоголь с удовольствием да да а что еще здесь привычек мужчины вот вы моим коллегам с телеканала доверия рассказывали о мужчинах очень интересную привели квалификацию я шутила да нет ну это понятно что это шутка юмор и мы значит что мужчины это категория свиньи козлы коты и собаки да вот свиньи козлы и собаки это достаточно ну как традиционно собака это пёс да лишь друг нет ну понятно свинья сами знаете кто ну козлище то ну понятно ну да а нет просто у пинфо это было такой альбом animals там тоже будут всех вот двуногих квалифицировали так а вот коты это такая вот это приятная да вы же кот сразу видно видно да а как вы вообще определять и круглая оправа так хорошо здесь и были бы другие очки то понятно друг другу другая оправа другой прикид и я стану другим животным положение расслабленная да я тоже так сяду мне тут забрызганы штаны а у меня просто ведь насчет котов я обычно провожу эфир с кошками у нас есть так вот вы знаете выглядит как будто у меня нет одной ноги мне все время говорят что я как как цапли ну просто это такая мебель что вот иначе я могу еще сидеть вот так вот но если вас напрягает кошачья поза я обычно с кошками беду эфир потому что нам приводят из приюта это меньше школу пытался спарить шведкой взял к себе в театр вот ну или кто-нибудь из зрителей берет на мне сказали голубкина не любит котов любит только лошадей поэтому ты даже в общем и не приноси животное и я хотел бы вам ее впарить потому что это можно пристроить мне нет мне точно не надо но пристроить можем ее ну давайте подумаем потому что мой сын еще пока сказал давай дадим еще испытательного срока одну неделю а дочь что сказал ли дочь на дочь ей все равно не принимать она нет она не к животным вообще так спокойно хорошо ваша сын он же маленький мужчина он тоже код или кто он он человек как то есть он и он хорошо с сыном понятно он же еще не превратился в одержу андрей миронов каким был животным влюбленности как сорванные цветы они также украшают жизнь и также быстро гибнут но если иван ахлобыстина но это такой дикий код драный грязный сумасшедший дикий код не козел нет нет да мадам я вам чрезвычайно симпатизирую пойдемте вместе со мной по жизни а скажите вот потенциально каждый каждый из этих котов мы все потенциальные козлы да я понимаю может стать человеком а вот так да шансы есть не в этой жизни будем надеяться что в этой потому что потом будет поздно что для этого надо жениться официальным браком нет просто при чем здесь жениться с какая связь я не знаю нет я такой я пытаюсь вычислить ахлобыстин женат официальным браком ну нет ахлобыстин у него кстати столько детей что он действительно кот и оксанка сказала когда-то мы шли в израиль и там очень много кошек и сидела такая кошка кормящий у меня были по присосавшиеся котят она сидела и худая такая глаза выпученные дети побежали ловить эту кошку оксанка сказала стойте не рвите материнское сердце может бывает что есть драйв на съемках вот люди снимать им кажется что отличное кино а потом кино получается не очень вы можете припомнить из съемок вот самое классное настроение когда вот какая-то была работа или такого нет фильм знаете вспоминаешь потом с радостью а в сам процесс это очень тяжело потому что 12 часов на 25 градусном морозе в летней одежде в маленьках которые на три размера малы радости мало на французском языке да а хорошо по зачем вы тогда вообще пошли в актрисы вы же вы же прекрасно знали будучи в такой семье я расскажу да расскажите да я учился очень плохо в школе естественно я не предполагал что я могу быть актрис я перебил по всем предметам или вы не по всем у меня была очень плохая школа да и меня в общем не любили и не любили учителя до козы брянский я перешла в другую там был уже уже в последних класс я учусь другой школе там же был все классно я поняла что не я полное ничтожество все-таки есть какие-то но не любили люди детей так бывает вот и у него одна меня в воспоминание у моих одноклассников все с ужасом вспоминают нашу школу кошмарную вот а это школа номер 18 все не ходите туда надо сказать в начале в начальных классах у нас была совершенно потрясающая фаин пауна учитель первых классов да и было татьяна тимофеевна учитель французского которая и дала мне французский язык спасибо ей я сейчас могу разговаривать я франкофон да и за это спасибо этой школе остальное там было просто такое но это неважно и значит у меня было ощущение внутренней шеи не ну никто ничто и звать меня никак родители у меня гений а я сама и все время же все же люди вокруг добрые россияне то у нас вот и все ну всегда говорили что на детях гений в природе отдыхает а сын комзона всегда говорил дети надея не это не на детях гений в природу отдыхает это дети гениев отдыхают на природе вот и вот отдыхая на природе я думал что мне ничего не получится никогда вообще я не знал вообще чем заниматься и меня пригласили в кино вот так сложилось в общем я даже не верил что это со мной происходит я снялась в этом фильме ребро адам да моя бабушка сказала мне что ты можешь быть актрисой мне далее я еще не была в этом уверена мне дали приз за актерский дебют я все равно была не уверена потом бабушка сказал хватит ныть тут и говорить я не могу я не знаю почему вы были не уверены вы считаете что вам дали приз как дочери ироны голубкины нет причем здесь приз не дают дочери никогда знаете как папа говорил что но есть картина как говорится посмотрите ну ладно окей папа говорил это рояль можно передать по наследству но когда ты выходишь на сцену ты там один и какие бы твои родители не были гениальные ну ты вы выходишь на сцену и я со всей своей жизни сейчас могу с уверенностью сказать что спасибо моим родителям что у нас дома были такие интересные люди ну вот знаете я с игором кончаловским на эту же тему говорил и вас прошу вам не приходило в голову все таки когда вы начинали карьеру актерскую когда вы поняли что вы будете актрисой взять какой-нибудь псевдоним потому что есть актриса голубкина и здесь а значит и голубкина ну для того чтобы не было двух голубкина наоборот это династия в цирке может быть династия у нас нет 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 я есть багдасарова и запашные понимаете как бы сказать братьям запашным ребят а почему не поменяли фамилию например на какую более звучную а что может быть еще звучней знаете как тебе дают наследство да вот это наследство но ты его не разори а приумножь вы кстати с вашей сестрой машей мироновой по моему снимались в каком-то время снимались свадьбу лунгина до этого вы как-то вступали в коммуникацию то есть вы были мы с мари андреевна и учились в одной школе в параллельных классах в последних при этом она была миронова а вы бы я голубкина вы были голубкина то есть вот эту фамилию которую упомянута в википедии бы вообще никогда не носили да хорошо ладно у вас сразу портится настроение я просто не понимаю что там по экспресс-газету то почитайте я почитаю что я не буду прямо читать мы же в эфире вот это вот фамилия там сначала я не знаю кто это устроил экспресс-газета ли я читала с упоением там так хорошо написано сначала значит у меня украли дочь а потом через несколько лет почему все приписывают мне отсутствие я к ней никакого отношения не имею ладно проехали у меня хотя бы есть понимание почему большинство мужчин козлы и свиньи у теперь хотя бы есть понимание да откуда все это взялось а вот есть какие-то козлы и свиньи хорошо вот вы говорите считаете с упоением вы ведь очень часто на обложках бываете да не могу сказать что так я беден мне не попадались попадали попадали все эти три раза что я была на обложке я вам попалась нравится вам сниматься вот на потому что сниматься на сессии приезжайте позировать это не то же самое что играть совершенно замечательная штука когда приезжал макс в адуку вот это было круто если такой фотограф он снимает знаменитости по всему нас день пиара теперь мы фотограф да нет а действительно крутой фотограф вот у него было клево а вот ну с локтем вам здорово да но все зависит от того кто тебя снимает понимаете был такой микола гнисёк был такой гнева шеф гневашев был такой фото он есть он есть он жив вот с интересными художниками фотографами интересно а когда те снимают просто так то есть спячка не бывает такого мне коллеги жаловались просто журналисты что вы отказываете сниматься не сниматься в кино а сниматься в там фотосессии или это неправда у вас есть агент да а значит выходит на агента наверно не я потому что я точно могут путать с мари андреевны может быть я нет ничего хочу отказываться если это какой хороший глянцевый журнал почему не точно обложку до класс да даже если вы тут меня снимали для не скажу какого журнала чего так потому что не могу сказать что я потом посмотрю фотосессию мой кот сказал мне ну-ка быстро умойся я прошла у меня плохой грим он говорит отвратительный и а на следующий день я прихожу в гриме после наших девчат он говорит вот сегодня может не умываться тебя хорошо загримировали маша а вы ведь человек настроения да вот мне кажется нет нет вообще моя мама сказала мне она говорит как у тебя настроение я в смысле она говорит хорошее или плохое ягра настроение мама может быть хорошее если выпьешь и плохое с похмелья а так оно должно быть ровным понятно это не цитата это вы этот тезис просто породили насчет вот но как настроение может быть только ровным да если оно плохое значит вы сами понимаете что-то было не то или не так смешали а если хорошие то этот бокал хорошего вот это защитная поза нет это удобная чтобы не сползать с этого вашего кризиса ужасно мне мебель вот так не расслаблялись мы скажите вот вы франкофон вам это в работе помогала когда-то вы ведь снимались говорили картина француз и конечно помогала когда я напрашивалась на эту картину там вера сторожева они пробовали еще катю гусева я параллельно с гусевой снималась я ничего не говорила вот что значит я-то знала я понимался должны проехать по лыжам я говорю вера вы должны взять меня она говорит почему чего вы так уверены я горного никого лучше вам не найти она вот с чего вы взяли а вот гусева например я горну гусева французского не знает а вам надо снять за две недели я гра она не сможет и это правда так потому что те условия в которых мы снимали с той скоростью то это надо было обладать знанием языка или снимали во франции нет снимали в москве в непросто а у нас была легенда мы говорили что мы нашли некую деревню в которой снимаем а на самом деле мы снимали в капотне просто в каком-то клубе но такие хорошие художники что они сделали ну сказку но вы как всякий пранкофон они любите ездить во францию да у меня были того там все мое хорошее как говорится у меня там друзья и лазурки нет 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 в самюре в городе самюр это где это там есть такая школа она называется кадр нуар черные рамки этой школе школе конной кавалерийской 300 лет конечно да и это самая старая кавалерийская школа которая не прерывала свое существование в течение 300 лет и там есть свои традиции и соответственно я там держала лошадь вы же знатный всадник я ну сказать знатный я всадница наверное да 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 склоняется да задница вот я просто знаю некоторые не любят там вот там вот пера полоскова она не любит чтобы назвали поэтесса обязательно поэт поэтому я на всякий случай учитывая отношения потому что в саднице уже понимать когда рифмуется дороги а вы кстати с невзоровым с сашей не общались на эту тему у него тоже крышу снесло вот у него по моему снесло крышу потому что у вас нет вы считаете что у вас этого увлечения в социальных я не знаю просто спрашиваю я в соревнованиях участвую ну а как снесло крышу у николая валуева когда он пошел боксом заниматься или чем там занимается но он же с детства занимался а я тоже 7 лет а вы 7 лет занимались у меня второй взрослый разряд по конному спорту то есть я правильно понимаю что когда вы отдыхаете вы отдыхаете вот во франции на вот в этом я когда отдыхаю я отдыхаю на море да да на каком на еврейском я езжу в израиле мертвое море или на средиземное на средиземное я езжу в израиль мне там нравится причем езжу я в несезон потому что поехать к морю в несезон имеет тот еще резон помимо материальных выгод пусть это временный но выход за скобки года из ворот тюрьмы понятно а почему израиль там ведь вроде как достаточно такая ситуация с терактами все время нет не такая же как и в москве это у нас лучше что ли но очень комфортно да ладно вообще нет ни разу да это такая комфортная страна то есть просто в тапочках трениках все ходят расслаблены и все говорят по-русски а в этом смысле ну да вам вы нам лучше больше говорили по-французски хорошо и говорили по-французски и во франции хорошо но мне нравится там в израиле мне нравится натания мне нравится бабки с дедами которые там ходят нравится там пляж мне нравится покой то есть общее состояние покоя людей и комфорта вы отдыхаете с детьми или с детьми это не отдых с детьми это отдых но у нас детьми в основном отдыхает папа так вот у нас повелось понятно то есть одну дети при этом живут с вами да одна у меня гражданка уехала в англии учиться а этот товарищ пока тут ну то есть он живет с вами отдыхает он живет со мной но просто вот сейчас они ездили на лыжах но я не не катаюсь на лыжах потом летом они едут на два месяца на море там снимают дом очень занимаетесь каким-то парусным спортом как же это летом на два месяца уже летом самые же съемки это сейчас вот как бы я не знаю как он с этим справляется он снимает там какой-то дом в испании на два месяца и там живет с как говорится а то есть а вас там другая женщина поэтому дача я туда буду ездить вот а дети нормально комфортно почему нет пожалуйста а в принципе вы любите детей вы считаете вот я не про своих детей говорю о детей вообще да детей вообще я люблю особенно охлобыстинских понятно больше чем лошадей любите не про охлобыстинских а детей как класс и ну-ка я я во первых не лев толстой не ленин да потому что лев толстой так любил детей бывало нагонят ему полную горницу он кричит мало мало давайте еще понимаете так что ну как а вы что вы имеете ввиду в борьбе за за мир что ли или что нету просто есть там целая категория женщин до допустим которые детей не любят у которых единственные коррозийные детей до до сталкивался таким даже беседу на вашем месте недавно сидела не будем болящие не будем пиарить а почему не но это это даже не тема нашего разговора спросили любите я на всякий случай спросил я обожаю я обожаю скажите что вы не любите ну кроме мужчин козлов которых понятное дело женщина мы поняли что не все мужчины козлы поняли что есть свиньи и главное что есть коты к коты это правильных оправок серого я понял который вот так вот как сапли скажите чтобы по жизни вот вас раздражает что вы не любите вот это я задумалась я не знаю ну прям потому что маша мне кажется что вы такой чек достаточно ну у которого есть целый перечень вещей явлений которые вызывают и десинкразии то есть вы вот есть какие то вещи но я не люблю фальши я не люблю когда фальшивец а вы чувствуете в живописи в игре в разговоре я это чувствую я вранью чувствую очень хорошо но это знаете как олег николаевич ефремов когда-то сказал когда ему во франции представляют актрису говорит познакомьтесь это наша знаменитая серьезная театральная актриса он ведь я вижу по переродившимся от постоянного вранья мышцам лица поэтому я вижу просто в силу того что я этим занимаюсь много да то я в как враньем вижу не враньем а игрой на сцене и вот это все да я понимаю как перерождаются мышцы и поэтому когда я вижу что у человека что-то с лицом и то я понимаю что он лугун и самое страшное во вранье не то что кто-то кого-то обманывает а что человек врет себе то есть он ходит в какой-то маске я понимаю что какие-то страсти да что знаете как я вчера стояла и думал кассирша открыла кассу и там лежали деньги я посмотрела на деньги а прям что для меня это резаные бумажки и понимаю что и тут я вспомнила там в людей которые грабили банки да и для них важно было не то что они потом поедут в майами да они не для этого это делали а именно получить вот знаете как открыть чемодан а там доллары вот именно вот ощутить эти резанные бумажки но это же ерунда правда это же фантики и люди часто ставят для себя вот какие-то ограничения любят деньги кто-то увлекается женщинами например да кто-то там там лошадьми до такой степени что уже просто кошмар да и здесь огранили играет в театре как зарезанный больше ничего пишет смс как ненормальный вот такой интересный чек то есть но пора заканчивать да нет нет вы замечательная актриса красивая женщина вы и чек интересный взял бы вас жену с удовольствием если бы многоженство было позвольте я вас обниму очень здорово